Сегодня каждый желающий смог увидеть, что происходило с самолетом польского президента Олега Кочуньского в последние минуты перед катастрофой под Смоленском. В Москве Межгосударственный авиационный комитет представил окончательные результаты расследования трагедии. Для наглядности журналистам показали компьютерную реконструкцию полета. Обычно к таким материалам допускают лишь специалистов. Отчет представили уже после того, как с ним ознакомилась и сделала свои замечания польская страна. И согласно выводам экспертов, катастрофе привел комплекс факторов, основной из которых решение экипажа, несмотря на плохую видимость, посадить самолет именно в Смоленске, а не уйти на запасной аэродром. Кроме этого подтверждено, что на пилотов оказывалось психологическое давление. Сергей Морозов о результатах расследований. Чтобы материалы расследования вот так выкладывались перед журналистами, а эксперты объясняли не специалистам свои выводы, такого раньше практически не случалось. Но именно это делали сегодня руководители Межгосударственного авиационного комитета. По их словам, самолет президента Кочиньского был технически исправен перед рейсом. Но экипаж перед взлетом не получил данных о погоде в точке назначения и почему-то игнорировал предупреждение о погодных условиях в ходе полета. В ходе полета экипаж самолета Ту-154 неоднократно получал информацию о несоответствии метеоусловия на аэродроме назначения установлены минимум от органов управления воздушным движением Белоруссии и аэродрома Смоленск-Северный, а также экипажа польского самолета Як-40, который ранее произвел посадку на аэродроме Смоленск. Специалисты МАК даже смоделировали полет президентского самолета, где данные приборов совмещены с записями в кабине. Так, минута за минутой они показали, что происходило на борту перед катастрофой. Мы слышим, как пилот польского Як-40, только что севший в Смоленске, передает по рации. Здесь просто каюк, видимость метров 200 при норме 1000. За десяток минут до катастрофы в кабине шеф президентского протокола говорит, решение еще не принято. Пилот роняет фразу, если мы здесь не сядем, он будет ко мне приставать. А штурман перед последним разворотом говорит, он взбесится. Специалисты МАК считают доказанным, что в кабине находился главком ВВС Польши Анджей Бласик. Судя по расположению останков, он был там до самого момента катастрофы. По заключению летных экспертов и авиационных психологов, в том числе польских, присутствие главнокомандующего ВВС Республики Польша в пилотской кабине, вплоть до столкновения самолета с землей, оказало психологическое давление на принятие решения командирам о продолжении снижения в условиях неоправданного риска, с имеющей доминантной целью выполнения посадки во что бы то ни стало. По результатам судебно-медицинской экспертизы, в крови главнокомандующего ВВС обнаружен этиловый алкоголь в концентрации 0,6 промилле. По мере снижения события нарастают как снежный ком. В кабине ревет система предупреждения о столкновении с землей, но кто-то, неясно кто, переставляет уровень давления. И теперь высотомер показывает пилоту высоту с ошибкой где-то на 100 метров. Сегодня объявлено, что диспетчер на земле и не давал разрешения на посадку. Пилот самовольно пошел вниз, вместо того, чтобы уйти на второй круг. Посадка дополнительно 120 метров. Экипаж проинформировал о посадочной конфигурации самолета. Руководитель полетов дал команду «посадка дополнительно». Данная фраза означает, что посадка не разрешена. До пролета высоты принятия решения 100 метров и далее никаких докладов от экипажа не поступало. Специалисты объясняли, как отдельные ошибки. Пилот уже 5 месяцев не практиковал посадку в таких условиях. Заход на посадку начался слишком поздно. Отсюда неправильная траектория. Большая вертикальная скорость. Неправильное использование автопилота и высотомера. Как из всего этого выросла катастрофа. Когда запись в кабине оборвалась, в зале пресс-конференции повисла тишина. Польские журналисты сегодня спрашивали, могли ли диспетчеры вообще закрыть аэродром. Но эксперты ответили им, что для полетов такого типа ничего подобного не предусмотрено. Диспетчер не может приказать пилоту. Тот принимает решение сам. Иностранные специалисты говорят, что по политическим соображениям Польше трудно будет принять выводы этого расследования. Я думаю, что правительство Польши хочет доказать, что случившееся было не только виной польских летчиков. И Россия тоже в чем-то виновата. Не думаю, что это как-то основано на фактах. Это все политические моменты. Уже стала известна реакция брата погибшего президента Ярослава Качиньского. Он недоволен тем, что ошибочными признаны только действия пилотов. И тем, что расследование вообще проводили российские специалисты. Сегодня объявлено также, что вещественные доказательства, обломки самолета и бортовые самописцы будут переданы в Следственный комитет России для дальнейших действий. Так что для самостоятельного их обследования Польше, вероятно, придется обращаться туда. Это окончательная версия доклада. Изменения в нее вноситься уже не будут. Замечания польской стороны изданы отдельным приложением на польском языке. И, похоже, Москва дает понять, что на этом в расследовании поставлена точка. Сергей Морозов, Владислав Лубовицкий, Руслан Нагоев, НТВ, Москва.